Готов к труду и обороне. Это программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР. Она существовала до 1991 года и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В 2014 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы ГТО. А начиная с 2015 года, результаты сдачи комплекса учитываются при поступлении в высшие учебные заведения. Зимний фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» посвящен 75-летию контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Торжественное открытие первого зимнего всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» началось с показательного выступления историко-патриотического клуба «Генерал», посвященного зарождению движения ГТО. Открыли фестиваль почетные гости – посол ГТО Одинцовского района Алексей Морозов, олимпийская чемпионка Лариса Лазутина, исполняющая обязанности администрации Одинцовского района Татьяна Одинцова и заместителя руководителя администрации Виталий Савилов. Они пожелали участникам бороться за отличные результаты, всегда идти вперед и, конечно же, поздравили всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Задачи, которые ставит для спорта Андрей Робич Иванов, очень серьезные. Он активно сам пропагандирует спорт и однозначно ставит жесткие задачи развивать спорт, чтобы у нас максимальное количество детей и взрослых могли заниматься спортом и любительским, и профессиональным. Поэтому вы можете увидеть в нашем районе, продвигаются такие проекты очень серьезные, как лыжероллерная трасса. У нас произошло перерождение Ледового дворца, созданы дополнительные детские спортивные школы в этом году, хоккей, фигурное катание. В этот день в малом и большом зале волейбольного центра любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет мог сдать нормативы ГТО. Для этого надо было предварительно подать заявку на участие и получить допуск врача. А таких было очень много. В главном зале сдавали индивидуальный зачет, а в малом – командный. За призовые места приехали побороться из Никольского, Чистов, Кубинки. Среди участников – воспитанники Немчиновского лицея, Савинской средней общеобразовательной школы и многие другие. Спортивная программа ГТО-фест состоит из сдачи нормативов комплекса ГТО, однако для каждой возрастной группы нормативы свои. Спортивная программа состоит из тестов шести ступеней комплекса ГТО. Подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гемастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири 16 кг и поднимание туловища из положения лежа на спине. Результаты участников оценивались по ступбальной системе. Они все очень молоды, красивы, подвижны, поэтому, конечно, молодой организм требует движений. Конечно, время идет вперед, не стоит, и нужно, конечно, может быть более современные, но, хотелось бы отметить, наша молодежь использует все, поэтому это радостно. И хочу сказать, вот сегодня я посмотрела на всех, у них прекрасное настроение, они в кругу своих друзей, и поэтому каждый из них хочет показать, что он сильнее друг друга. И поэтому я считаю, что то, что на сегодняшний день устроен такой замечательный спортивный праздник, совмещено полезное с приятным, это замечательно, их это все устраивает. Организаторы решили объединить спорт и культуру в одном месте, поэтому мероприятие было проведено в формате фестиваля. Праздничная атмосфера помогала участникам настроиться на продуктивную сдачу нормативов, а показатели выступления акробатов сборной России, дюдоистов, танцоров и школы брейк-данса особенно удивили всех гостей. Чирлидеры МГИМО и профессионалы воркаута заставили всех даже отвлечься от сдачи. Почти для каждого спорт это жизнь. По словам участников, такие мероприятия, как первый ГТО-фест, хорошая площадка для общения и передачи опыта спортивной борьбы. Это надо всем, ну и так желание было. Я считаю, мне это нужно для личного создания. Потому что я очень люблю спорт, мне это нравится. Мне это было интересно и еще хотелось бы выступить в свою школу. Участники, занявшие призовые места в личном первенстве и команды, получили дипломы. Отдельно наградили призами от главы Одинцовского муниципального района самого юного и самого возрастного участников фестиваля. Нормативы сдали все, а это почти 2000 одинцовцев. И организаторы, и участники надеются, что ГТО-фест станет традиционным и в скором времени они вновь встретятся на одной площадке. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.